Как не навлечь беду и укрепить здоровье? Какие лекарства и методы лечения заслуживают внимания? Профессиональные консультации донецких врачей в программе Радио Доктор на Радио Республика. В студии Виктория Клепикова. Здравствуйте. Жаркие солнечные дни пока не очень похожи на осенние, и это радует, потому что солнце дает возможность доспеть овощам и фруктам и огромным полосатым ягодам с красной мякотью-арбузом. И только одна мысль может подпортить нам настроение. Не слишком ли много нитратов и пестицидов окажется на нашем столе вместе с ярким осенним фруктово-овочным изобилием? Как обезопасить себя от нитратов и насладиться вкусом уходящего лета, говорим с нашим гостем, заведующим отделением гигиены, труда и токсикологии Республиканского центра санэпиднадзора ДНР, Пидоренко Александра Ивановна. Здравствуйте, Александра Ивановна. Здравствуйте, уважаемые студии, здравствуйте, уважаемые слушатели. Вопрос, который вы мне задали, это вопрос ежегодно поднимаемый средствами массовой информации, работниками санэпидслужбы, и каждый раз возникает ряд интересных вопросов, ряд интересных ситуаций. Ежегодно у нас в быту существуют слухи, существуют поверья, существует разговор, что купили арбуз, отравились, но официально отравление арбузом и отравление нитратом у нас практически никогда не регистрировалось. Почему? Потому что отравление нитратами – это та ситуация патологической организмы, которая требует определенных показателей. Но давайте начнем сначала. Что такое нитраты? Нитраты – это соли азотной кислоты, которые существовали на Земле еще додолго до того, как появилась агрохимическая обработка почвы, и без нитратов практически невозможна сама жизнь. Но суть проблемы не в том, что такое нитраты, а суть проблемы в том, что нитраты в организме превращаются в нитриты. При поступлении в кишечник некоторые микроорганизмы их перерабатывают из нитратов в ядовитые нитриты. Нитриты связываются с красными кровяными тельцами, блокируют их, и появляется то, что называется метгемоглобин имией, то есть кровь не переносит кислород клеткам. И уже тогда возникает тяжелое отравление, которое называется отравление нитратами, отравление с признаками метгемоглобин имией. Как это отличить? Если здоровый человек случайно съел какие-то продукты, где были повышенное количество нитратов, и у него появились симптомы – головная боль, слабость, головокружение, а потом развивается уже цианоз, то есть посинение вокруг рта, возникает рвота, возникает понос, это то, что может быть признаком отравления химической этиологией нитратом. Насколько стремительно развивается эта картина? Значит, все зависит от того, какими путями этот продукт попал в организм, именно этот токсин попал в организм. Если он попал с пищей, тогда 4-6 часов от приема пищи. Если он попал с водой, в воде тоже очень много бывает нитратов, особенно в колодезной, тогда оно быстрее. Почему? Потому что это водорастворимые вещества, и они быстрее всасываются, быстрее накапливаются. Со стороны желудочно-кишечного тракта более выражено отравление, когда попали токсины вместе с пищевыми продуктами. Начинается еще, очень характерно, слюноотделение боли в желудочной области, где желудок находится. И параллельно сопровождается симптомами со стороны нервной системы. Общая салаба, сильные головные боли, боли при том в затылочной области, сонливость, малоподвижность. А у детей, наоборот, беспокойство возникает, когда отравляется. И головокружение. Все эти симптомы, которые требуют, конечно, обращения к врачу с медицинской помощью. Если не обращаться к врачу. Если не обращаться к врачу. В домашних условиях, прежде всего, вызвать рвоту. Принять такие вещества, как активированный уголь, повышенное содержание аскорбиновой кислоты. Это чай с лимончиком можно выпить. И все равно лучше все-таки обратиться к медработникам. Почему? Потому что отравление, связанное с употреблением нитратов, с продуктами питания, оно не бывает хроническим. Оно бывает только острым. А вот если вы употребляете воду питьевую с повышенным содержанием нитратов, это тогда уже может быть хроническое отравление. Тогда тактика другая. Но и лечение тогда тяжелее. Но у нас это может быть только в случаях, когда люди пьют воду из колодцев, которые загрязнены, в связи с близко расположенным животноводческим объектом, мусорными свалками, выгребными ямами, там, где нитраты больше, чем 75 миллиграммов на литр воды в этой питьевой воде. То есть уровень содержания нитратов в питьевой воде контролируется государством? Государством контролируется уровень содержания воды, содержание и загрязнение воды общественных колодцев. То есть те колодцы, которые стоят на балансе поселковых советов, администрации каких-то, громад каких-то. А если это человек взял и выкопал себе колодец где-нибудь внизу огорода, где-нибудь поближе к реке, к водоносному горизонту и не провел никаких либо исследований, такие объекты мы не контролируем. Это дело каждого личного человека, который должен сам думать о том, что он пьет, где он этот расположил объект. Поэтому только после лабораторных исследований можно пользоваться колодцами, которые вырыли вы сами. Давайте поговорим о том, как нитраты накапливаются в сиркозазиственной продукции. Прежде всего, в связи с тем, что нитраты водорастворимые, они накапливаются по проводящей системе растений. Поэтому в основном в стеблях, черешках, крупных прожилках. Поэтому если раньше мамы всегда пытались ребенку дать кочерыжку от капусты, то на сегодняшний момент давайте, наверное, кочерыжку детям не отдавать. Больше всего загрязнены верхние листья капусты. Больше всего загрязнена шкурка огурцов. В морковке вот эта вот средняя часть, более светленькая, там больше всего нитратом, чем в целом. Тоже такая сладенькая. Тоже сладенькая, которую пытаются выгрызти кролички маленькие наши. Степень нормирования содержания нитратов зависит от способа выращивания. Тепличная продукция в два раза больше нормируется, допустимое содержание нитратов, чем грунтовые летние овощи. Но это обусловлено не физиологией растений, ничем, а это все обусловлено расчетом возможности поступления нитратов в организм. Зимой мы не позволим себе по ряду объективных причин каждый день съедать по 300-400 грамм свежих овощей. А летом мы обязаны себя наполнить витаминами, максимально много кушать свежих овощей, которые непосредственно с грунта выражены. Поэтому такое нормирование проходит. То есть в тех овощах, которые на грунте, в них должно быть меньшее содержание. В два раза меньше нормируется, да. И еще что интересно, разная норма содержания, и фактически так оно и есть, в ранней прорывной продукции. Например, прорывная морковка у нас в продаже есть, прорывная свекла маленькая, молоденькая есть. И та продукция, которая после первого сентября идет уже на закладку. Почему? Потому что прорывные овощи, они не хранимые. Сорвали, немножечко скушал человек и все. А уже та продукция, которая кладется в наше хранилище, в наши закрома, сохраняется там весь год. Вот эта продукция нормируется жестко и конкретно. Степель сандержания зависит от нитратов, также и от зрелости у овощей. Это обычно то, что я вам говорю, характерно для огурцов, кабачков, морковки, свеклы. В томатах, созревших на растениях, именно уже, которые достигли своей зрелости, не на столе лежали, а именно на кусту, их практически не бывает. Практически не бывает нитратов в фруктах. Но там и не нормируется в некоторых. Например, кислые фрукты, такие как черешня, вишня, там нету нормирования. В груши нормирования нету, а есть в яблоке. И поэтому приравниваем грушу к яблоку. Почему-то так. Значит, что еще я хочу сказать. Даже если сделать исследование нитратов по времени дня, то оно разное. Утренние часы и его больше, чем к вечеру. В этом году у нас впервые за много лет было обнаружено повышенное содержание, практически в два раза выше, чем допустимое, в молодом прорывном зеленом луке, который вырастил фермер на своем участке и принес нам на исследование перед продажей. Что с этой продукцией делать? Во-первых, надо сразу ее делать повторное исследование. За это время, пока провели исследование, пока приехал фермер, поехали к нему на участок, эта же продукция подросла. Она уже стала более массивной, и в ней нитраты значительно уменьшились. Понимаете? Для того, чтобы уменьшить содержание нитратов продукции, либо с целью профилактики, надо выполнять определенные условия. Например, в условиях проветривания, в местах, где хранятся, то есть подвалы, погребы, кладовые. Если хорошо проветривается во время хранения, то содержание нитратов уменьшается на 70-80% через 3 месяца хранения. А за счет чего? За счет того, что они в самом продукте распадаются. Они переходят в белок внутри. Кулинарная обработка уменьшает содержание нитратов после варки до 15%. Но лучше, конечно, саму водичку слить. Почему? Потому что в бульон они переходят из продукта. Нестерилизованные овощные соки – это то, что у нас сейчас очень популярно, свежевыжатые соки – это одно из самых опасных веществ и самых опасных продуктов по содержанию нитратов. Почему? Потому что в свежевыжатых соках, если они хранятся, они сразу выпиваются, как положено. Сделал и сразу выпил. А если тебе налили в бутылочку, ты поставил в холодильник, то там увеличивается, кроме бактериального загрязнения, которое обязательно приведется, увеличивается содержание, но уже не нитратов, а нитритов. То есть сразу уже… Сразу начинает нарастать и нарастать. Засолка и маринование овощей. Чем оно характерно? Что в первые три дня в заквашенной продукции в овощах резко повышается содержание нитритов. Поэтому первые три дня, вот когда съели свежую засоленную капусточку, бывает и тяжести ощущаете. Это уже то, что там появились нитриты. То есть это не просто она плохо переваривается, а это уже легкое отравление. А это уже легкое отравление присутствует. С четвертого дня при засолке или мариновании, но это, конечно, не стерильно, не в банке, а так вот в открытым способом, нитраты и нитриты уменьшаются. После восьмого дня практически нулевое содержание нитратов. Но по лабораторным исследованиям нитраты можно найти до 18 дней после процесса засолки. То есть они присутствуют. То есть вот почему говорят о том, что капусту надо подержать 3-4 дня, а потом холодное поставить еще на какое-то время. Конечно, конечно. Ну и также я повторяю о том, что хранение уменьшает содержание нитратов в овощах. Например, картофель, морковь через 3 месяца снижается содержание нитратов на 15-20%. В течение 6, ну полгода, конечно, у нас картофель так и хранится. На 30% содержание нитратов. То есть к весне у пьем становится еще меньше этих элементов. Да. В холодильник. Говорят о том, что мы выхранили овощи в холодильнике, все равно какое-то неприятное ощущение. В холодильнике мало того, что может быть микрофлора добавится, но нитраты переходят в нитриты тоже. При хранении в холодильнике. То есть картошку надо хранить. Но это в основном исследовали на зеленых овощах, таких как шпинат, все, где очень большое допустимое содержание нитратов в самой продукции. То есть оно и само критичное. И само критичное, и это самое. Какая же у нас суточная доза? Суточная недействующая доза, то есть то, что человеку здоровому без патологии кишечно-желудочного тракта не повредит, это 4-5 миллиграмм на килограмм веса. Поэтому в Украине существовала норма, мы пользуемся еще теми данными, в Украине 200 миллиграмм в суточном рационе нитратов допустимо. Почему я говорю, что мы пользуемся старыми нашими нормами? Потому что нормирование нитратов в овощах, фруктах проводилось в зависимости от рациона каждого региона. В огромной России то, что кушают люди на Камчатке, и то, что кушают люди в Курской области, значительно отличается. Поэтому там нормы совершенно другие. Отличаются почему? Потому что почва разная? И почва разная, и рацион. На Камчатке, Камчадалам недоступна свежая картошка и зеленый лучок даже зимой. А в Тверской области это возможно. Поэтому там очень разнятся нормативы. А вот в Канаде допустимо 300 миллиграмм, в Англии допустимо 400 миллиграмм, а в США всего лишь 12 миллиграммов допустимы. Потому что в США больше едят шпинатов и прочих вещей, чем у нас. Вот она что. Я вам хочу сказать, что клинические проявления отравления нитратами чаще всего характерны для детского возраста. Взрослые болеют меньше, поэтому я рекомендую все-таки малышам не закармливать их арбузами. Лучше один кусочек дать и хватит. Почему? Потому что маленький организм, он быстрее среагирует на эти вещи. Определить в домашних условиях загрязнен ли арбуз нитратами, либо нет, практически невозможно. Иногда говорят, что можно по цвету определить, правда? По цвету это, как вам сказать, это еще зависит сейчас от сорта. Столько сортов, как у нас сейчас появилось, мы не можем сказать. Есть исследования, ну это в Молдаване проводили о том, что такие-то, такие-то сорта накапливают остаточное количество нитратов, а вот такие сорта нет. У нас сейчас огонька, который раньше был характерен, его днем с огнем не найдешь. Есть метод, который на домашнем уровне пропагандируется. Это отрезали кусочек арбуза, положили его в стакан холодной воды, его перемешали, посмотрели, забрал ли цвет вода. Если вода стала розовая, ярко-розовая, значит это скорее всего что-то с арбузом не то. Но опять-таки в научной литературе это нигде никогда не подтвердилось. Как нитраты выделяются из организма? Естественным путем. Печень, почки, что страдает больше? Страдают, конечно, больше печень и почки. Но интересный факт то, что выделяются нитраты и нитриты с грудным молоком. Поэтому кормящим мамам тоже не сильно увлекайтесь арбузами. Но и не отказывайте себе, все должно быть умеренно. Почему? Потому что ребенок может после того, как мама покушала арбуз, ребенок начать себя беспокойно вести. Учитывая его маленькую массу. В первые месяцы, как раз кормление грудью, в первые месяцы жизни ребенка, лучше маме отказаться от арбузиков. Да, раньше арбузы рекомендовали тоже людям, страдающими мочекаменной болезнью. Чтобы выводилось с мочой, уходили всякие эти самые. Сейчас нужно быть поосторожнее. Конечно, конечно. Специалистами санэпидемпслужбы проводится работа по контролю за реализацией бахчевых культур. Это обычно рейдовая работа, которая вся санслужба охватывает максимально всю территорию ДНР. Вот в этом году мы провели такие исследования. Что оказалось, что где-то проверено 112 торговых точек. Это официальная торговля. В официальных торговлях документы есть хотя бы, которые сопровождали продукцию от производителя. Российская Федерация, Краснодарский край, фермерское хозяйство и все. В то же время очень много торговли было без каких-либо сопроводительных документов. Очень хочется обратить ваше внимание на то, что торговля вдоль дорог практически запрещена. Мы сами на бытовом уровне предпочитаем, проезжая по трассе. Нам кажется, что вот мы сейчас с поля купим тот же арбузик, тот же дынечку. Она будет свеженькая, она будет с того же, но самое интересное оказывается, что именно в этих местах продукция никем не контролируется и чаще всего загрязнена. В этом году мы исследовали пробы дынь и арбузов Тельмановского района. У двух из них оказались дыни значительно загрязнены нитратами выше, чем в два раза. То есть они должны были утилизироваться на корм скоту или перепахиваться. Что получается? Получается, что мы покупаем сами себе неизвестную продукцию. Те люди, которые выращивают, они никогда не привозят это самое. Приходил к нам один производитель, хотел исследовать продукцию, но что он? Он привез нам один арбуз и сказал, да вы, наверное, хотите наесться арбузами за мой счет. А по технологии производства лабораторных исследований положено отобрать арбузы или любую продукцию методом квадрата. То есть в пяти точках, с поля, с бурта, с хранилища какого-то, в пяти точках отбирается по одной пробе, если и крупная продукция. Потом эта продукция должна быть помыта, разрезана на две части. Одну часть отдается хозяину, чтобы он ее хранил для контрольных измерений, а другая едет в лабораторию. В лабораторию она тоже должна резаться пополам. Одна проба кладется в холодильник, запечатывается и ждет результата исследования. Одна четвертая часть арбуза из пяти точек сделается из нее средней, только тогда достоверность определенная какая-то есть. Из одного арбуза достоверности никакой нету, тем более если человек сам привез, он никогда не привезет то, что у него выращено на какой-то там проблемном вопросе. Кроме того, я настойчиво рекомендую не проводить никакие разрезания, не приобретать половинку арбуза в местах реализации. Пускай это будет официальный магазин, пускай это будет рынок. Почему? Потому что если его разрезали, эту ягоду, закрыли целлофаном и оставили ее на определенное время хранения, то уже процесс микробного изменения верхнего слоя повышает содержание нитратов. Поэтому лучше брать целую ягоду для того, чтобы ее купить. Вымачивание овощей, зелени также снижает содержание нитратов. Это характерно для зелени, для шпината и это также приемлемо для картофеля. Картофель, который используете для приготовления первых блюд или гарниров, целесообразно почистить и немножечко подержать в воде. Сколько немножечко? Ну как вам позволяет время, но не меньше получаса. Итак, я слегка подведу такой итог. Если мы говорим о капусте, убирать верхние листья, говорим об овощах, обязательно их чистить. Молодые овощи вымачивать и вымачивать зелень. И не покупать разрезанные большие ягоды. Агузы в неустановленном вопросе. И особенно не приобретать. Да, но я еще повторю одну фразу, которую я сказала о том, что в настоящее время боли загрязнены нитратами дыни, местные дыни, а не местные арбузы. И это характерно уже последние лет восемь. Спасибо. Очень много неожиданных тонкостей вы рассказали нашим радиослушателям. Я благодарю вас за эту беседу. И напоминаю, сегодня у нас в гостях был заведующий отделением гигиены, труда и токсикологии Республиканского центра санэпиднадзора Донецкой Народной Республики Пидоренко Александра Ивановна. Наша программа завершается. Эфир «Радио Республика» продолжается. Оставайтесь с нами на волне 99 и 0. Радио «Доктор». Прислушайся к здоровым советам.